Московская Рублевка. Тут живут властелины богатств всея России. У них шик, блеск и расточительство. А через считанные десятки километров живут их добытчики, простой народ. А там все наоборот. Тотальный бардак, нищета и безхозяйственность. Прям везде под кроватью, у нас везде крысы. А на кухонном куске мыла видны следы крысиных зубов. По утрам приходится перемывать посуду, чтобы покормить детей. Российское жилье, достойное постапокалиптической антиутопии, уже стало притчей во языцах. Но может надуматься, будто это не более чем отдельные перегибы на местах. А зря. Так живут, не поверите, свыше двух миллионов семей. Ждут очереди на переселение. Да это 4% от всех. И это официальные данные Росстата, привыкшего к стаке еще и приукрашать действительность. Вдумайтесь, свыше двух миллионов семей. Не людей, а семей. То есть от 3,5 и даже до 7 миллионов россиян живут в аварийном или редхом жилье. И дальше будет только хуже. Минстрой и фонд содействия реформированию ЖКХ предупреждает, до 2024 года аварийными станут еще 15 миллионов квадратных метров, а до 2030 года уже 30 миллионов квадратов. И речь даже не о глухих деревнях или депрессивных окраинах. Аварийное жилье не редкость даже в якобы богатых городах. Например, в миллионном Омске дома разваливаются. Буквально. Знаете, за что мой сын под пулими на СВО? Вот за это? Что приедет и жить негде будет? А дети тонут в дерьме. И да, не поверите, тоже буквально. Начнем выпуск сообщений о несчастном случае в Омске. Маленький ребенок утонул в выгребной яме. Трагедия произошла накануне, а во дворе одного из частных домов в центре города. То есть в самом центре Омска в 21-м столетии, извините, гадят в яму? Да. А угадайте, сколько вообще россиян в городах, не все, до сих пор предпочитают дырку вместо унитаза. Прямо как их крепостные прадеды. 10% и это официальные данные Росстата. А вот мы ходим на ведро и в окно выливаем. Вода из колонки, туалет на улице, общий с соседями, по документам благоустроенная квартира. А значит, примерно для 14 миллионов россиян унитаз это реально фантастика. Но испражняться в дырку это не только позорно, но и опасно. В такую дыру и провалился житель седьмого дома. Вытащить человека из фекальной западни оказалось непросто. Выгребную яму никто не чистит уже много лет. Да что там, 16% горожан не имеют и вовсе ни собственной ванны, ни душа, разве что общие. Смотрите, пожалуйста, как можно жить вот в этом, посмотрите, грибок какой. Вот посмотрите, что творится. Это душевая? Ну, здесь мы умываемся, да, и смотрите окно. А как вы купаетесь? Куда деваться? А дети же тоже души? Конечно, и дети. В 15% не получают горячую воду, а в 8% еще и холодную. Напоминаем, это не деревни, города. И самый шок. В газовой сверхдержаве 37% городского жилья остались без газа, даже сжиженного. Печечка, трава, дровишки вот топим, такая тепленькая. Тоже сами переклады, за свой счет. У нас весь дом гнилой. То есть Алексей Миллер распродает газ России зарубеж на сотни миллионов долларов, а провести этот же российский газ третьей части своих же граждан денег не хватает. А вот на что хватает, так на баснословное имение за 240 миллионов долларов. А в селах и вообще мрак. Древние выгребные ямы предпочитает половина крестьян. И так везде, и так везде, ребята. У нас нет ни дорог, у нас нет ни инфраструктуры, у нас бешеные коммунальные платежи. Нас просто тупо давят. Вот у меня оклад 4300. Примерно половина не может так же дома даже и помыться. А электроплиты оказывается и вовсе не столько у 8%. А ведь речь даже не о комфорте, а о безопасности. В таких развалюхах каждый день реально может стать последним. Хотя бы минимальный шанс не рисковать головой давали государственные программы переселения. Хотя даже под довоенным оптимистичным планом до 2024 года новые метры светили лишь примерно 600 тысячам из 7 миллионов нуждающихся. Но из-за путинской агрессии Россия осталась без стройматериалов. У нас, к сожалению, резко увеличилась себестоимость строительства квадратного метра жилья. А закупочные цены от этого показателя отстают, отмечает президент Ассоциации строительных компаний «Спектр недвижимости» Олег Вахрамов. И теперь миллионам несчастных придется и дальше влачить жалкое существование в разваливающихся трущобах, расплачиваясь за преступления диктатора. И количество аварийного жилья будет расти почти в три раза быстрее темпов расселения людей. А все потому, что чинуши знают, как несчастных бедняков умело водить за нос. Какие дома признавать аварийными и включать в программу на расселение решают местные власти. В каждом муниципалитете здание обследует специальная комиссия. С какой периодичностью определяют тоже на местах. Новое жилье или компенсация светит только, если аварийному дому повезет попасть в особый реестр. Но и это не гарантия. Стены стали разваливаться, дом признали аварийным. Вот только ожидание переселения растянулось почти на 9 лет. Живем уже сколько лет? Никто, ничего. Плати, 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 платеж. Зачастую даже о косметическом ремонте приходится разве что мечтать. Проводить работы по капитальному ремонту здания, по мнению коммунальщиков, нецелесообразно. Ведь через несколько лет его все равно снесут. И естественно, власти нашли схемы экономии на бедняках. Ну а за чей счет же тогда они будут строить свои собственные дворцы? Сейчас ситуация следующая. Дома с износом более 75% выпадают из программы капитального ремонта, но не попадают в категорию аварийного. Люди несколько лет живут в таких домах, пока они не превращаются в аварийное, сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Егоров. Да и слишком переживать за справедливость обмена жилья чиновники тоже не спешат. Вдобавок, многие граждане недовольны обстоятельствами расселения. Одних переселяют из центра города в населенные пункты, расположенные в 50 километрах от города. Других в нежилые помещения, переделанные под жилье. Третьих в дома с печным отоплением. Конечно, от переселения можно и отказаться, взять компенсацию деньгами. Но есть нюанс. Где-то с людьми даже не разговаривают. Отдали в руки выкупную стоимость по цене 30 с небольшим тысяч рублей за квадрат в деревяшке. И до свидания. Сумма неадекватная. Это в большинстве случаев. Она меньше как минимум в два раза того, на что человек имеет право претендовать. А ведь всего одна ракета «Калибр» стоит 7 миллионов долларов. Пусти эти деньги на созидание, а не разрушение. И можно было построить почти 4600 квадратных метров жилья. Вдумайтесь, одна ракета «Калибр» – это примерно полсотни новых трехкомнатных квартир. Поэтому каждый преступный удар по Украине – это еще и отнятое будущее нищих россиян. Субтитры создавал DimaTorzok